Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально пару минут назад стартанула третья волна летнего аукциона. Завершающая волна, больше танков не будут, танки постоят на продаже, будут падать в цене и если вы их не купите, они просто уйдут с продажи. На этом все закончится и будем ждать зимнего аукциона. Так вот, ребят, венцом этого всего события будет Т-22СР, но помимо него есть еще 6 машин. Давайте обсудим все тачки. Если вам интересно посмотреть на них абсолютно честные обзоры руками среднестатистического танкиста, то переходите по ссылочкам, которые есть в описании к данному видео. Я все добавлю, плюс ссылочки будут всплывать здесь наверху в правом верхнем углу экрана. Ну и, ребят, если вдруг у меня на какой-то из танчиков обзора нет, то обязательно досниму и выложу уже буквально в ближайшее время. Поэтому подписывайтесь на канал прямо сейчас, если хотите не пропустить видео и нажимайте на колокольчик, чтобы их не пропустить однозначно. Теперь давайте по машинам, по мере того, как я их оцениваю, по качеству. И, наверное, самые два малоинтересных танка это Т-54 первый образец и Тайп 59. И та и другая машина это средние танки, 8 уровень, премиумные машины. Одна машина СССР, вторая Китай. Ни тот, ни другой танчик не являются супер какими-то интересными. Это обычные средние танки. Да, у них неплохие орудия, да, плюс-минус нормальная подвижность, но не более того. Ничего уникального, ничего суперинтересного. Поэтому я бы особого внимания на них не обращал. Что касается ТС-5. Машина очень странная. Да, спереди неплохо забронирована. И при этом всем обладает, я бы не сказал, суперкрутой подвижностью. Короче говоря, тоже на очень большого любителя далеко не каждый любитель ПТ полюбит ТС-5. Ну вот такая вот она, премиумная ПТ-шка 8 уровня, производство США. Этого я не могу сказать про G-Sora 1008. Машина просто суперская. В свое время я купил ее на зимнем аукционе. Крайне сильно пожалел о том, что не купил ее на основу. Потом, когда она вышла на продажу, я купил ее в магазине уже на основной аккаунт. И честно говоря, когда увидел G-Sora сейчас на продаже, у меня прям руки еще раз зачесались. Хотя, в принципе, брать уже особо некуда. Я бы рекомендовал G-Sora. Дело в том, что машина очень приятная, интересная, ПТ-водом зайдет. Да, в большинстве своем полнейший картон, но два барабана в снаряде, очень точное орудие с хорошим временем перезарядки. Великолепная альфой для 8 уровня. Короче говоря, для ПТ-водов однозначно стоит обратить внимание. Что касается Чифтейна Т-95. Страдальческая машина на сегодняшний день. Я себе ее приобрел на основной аккаунт. И, честно говоря, особых сожалений не ощущаю. Но и фаниться в основном не получается. Короче говоря, обычный тяжелый танк, опять-таки, ничем не уникален. Поэтому тоже можно смело на него внимания не обращать. Лучше присмотреть себе какую-нибудь акулу. Того же самого Кейлера, который, кстати, ребят, здесь есть. Тоже на продаже. Обратите внимание. Ценник отличается в 500 голды. Но, поверьте мне, вы не пожалеете, если купите именно Кейлера. Машина просто суперская. И даже владельцы Львов все равно, ребят, обратите внимание на Кейлера. Машина очень приятная, интересная. В чем-то лучше, чем Лева. И уж точно лучше, чем 75 ТС. Короче говоря, машина интересная. И когда ценник на нее спустится до 5,5, ее уж точно можно брать. Потому что это хорошо фармящая восьмерка. Которая обладает великолепным орудием. Шикарной броней. Короче говоря, действительно стоит того, чтобы на нее накинуть глаз. Что касается нашей зеницы, венца. Т-22СР. Однозначно очень хороший средний танк. Обладающий очень хорошей подвижностью. Крайне, крайне интересной броней. Мне лично данная машинка очень нравится. И я собираюсь себе ее прикупить на какой-нибудь там второй или третий момент снижения цены. Потому что ценник 17,5 безусловно кусается. Но если взять ее за 14,5, ну было бы совсем красота. Машина действительно зайдет любителям СТ. Это 10 уровень. И обратите внимание, ребят. Это единственная коллекционка, которая сейчас есть на аукционе. Все машины являются премиумными. И только Т-22СР является коллекционной тачкой. Он не фармит. Это не фармер. Т-22СР это просто машина для удовольствия, для веселья на 10 уровне. Поэтому всем рекомендую присмотреться, если ваша золотая копилка позволяет вам это. Если вдруг на какой-то из машин я еще не катался на честных обзорах, то ждите в ближайшее время. Побежал снимать специально для вас. Ну а вам ни в коем случае не торопиться. Потому что цены будут только снижаться. Не гоните лошадей. Всего дождетесь. Все все успеют. Побежал снимать специально для вас. Подписывайте прямо сейчас на канал. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.